Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями, из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Дэниел Гоулман с книгой «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?». Вместе с Дэниелом уже привычный для постоянных слушателей подкаста звук. Это «Лепти Сомелье», французский «Каберне Савиньон», 2014 года. Это вино этого же производителя уже однажды было у нас в обзорах. С радостью к нему возвращаюсь. Достойный представитель категории «10 евро за винишко». Снова честный, тихий, выдержанный, идеально подходящий как к мясному блюду, так и к легкой, сладкой закуске. Если вы слушаете подкаст впервые, важно будет отметить, что вместе с хорошей книгой я обычно открываю бутылку неплохого вина, чтобы объединить два самых своих небольших увлечения в этой жизни в одно. Поэтому не удивляйтесь тому, что к концу обзора речь, возможно, будет не такой связанной, как она, в общем-то, и вначале не очень связанная. Дэниел Гоулман, 73 года, 73-летний психолог, он журналист, автор более 10 книг, у него очень много научных трудов. Он бессменный, ведущий колонки для New York Times в течение 12 лет, сейчас живет в Бергшире в Англии и является сопредседателем консорциума по исследованиям в области как раз-таки эмоционального интеллекта. Это высшая школа прикладной и профессиональной психологии Рудгерского университета. Его основная задача — это содействие исследованию изучающих влияние эмоционального интеллекта на профессиональную эффективность, на творческий рост, профессиональный, в общем-то, на общую удовлетворенность жизни. Важное уточнение. Гоулман, он является одним из пионеров в части исследования эмоционального интеллекта, и книга, которую мы сегодня разбираем с вами, была написана в 1995 году. Возможно, некоторые из вас только-только-только родились. С тех пор вышло огромное количество дополнительных исследований, публикаций, расширяющих освещение вот этой темы, связанной с эмоциональным интеллектом. Однако, если вы только собираетесь понять, что же это такое, этот самый эмоциональный интеллект, то как фундамент она будет практически незаменима. Если в двух словах можно сказать, что книга «Эмоциональный интеллект» она рассказывает о важности эмоций, их влиянии на жизнь и успех человека. Дэниел утверждает, что у каждого человека не один, а два ума. Первый — это рациональный, к которому мы привыкли, IQ. Ну и второй, эмоциональный, про который мы пока еще ничего не знаем — это EQ. По мнению Голлмана, академик с высоким интеллектом не обязательно добьется признательности и каких-то научных успехов, а типичный двоечник обязательно станет бездомным. Он уверен, что эмоции созданы как раз для того, чтобы помогать нам думать, планировать и достигать новых высот. Именно EQ определяет, как мы распоряжаемся своими умственными способностями и добьемся ли вы результате успеха. Давайте, вот, значит, основную мысль мы уже как бы с вами разобрали. Давайте попробуем разобраться в основных десяти фактах и трех задачах из этой книги. Эмпатия — это, и Голлман утверждает, что сила — это как раз в ней, это особый навык, позволяющий распознать чувства другого человека. Люди, которые владеют навыками эмпатии, лучше находят свое место в мире, убеждает нас Голлман, и они лучше реализуются во многих сферах жизни, от любовных отношений и воспитания детей до политики и менеджмента. Эмпатия — это вообще способность к сопереживанию. Не показательная заинтересованность делами другого человека, типа спросить там, как дела, и не дожидавшись ответа чесать дальше, а искренний интерес того, как, что и почему происходит с другим человеком. Учитывая сегодняшний ритм, учитывая обилие информации и дел, которые нас окружают с вами, проявлять эмпатию все сложнее, и поэтому ее вес удельный во взаимоотношениях становится все более ценным. То есть, соответственно, искреннего сопереживания все меньше, а значит, когда мы его встречаем, мы все более эмоциональнее на это реагируем. Идеальный пример эмпатии по взаимоотношениям — это как раз отношения между матерью и ребенком, или двумя влюбленными на ранней стадии, когда они ловят еще каждое слово друг друга. Именно эмпатия и отвечает за их эмоциональную связь. И помогает сделать так, чтобы интеллект не стал при этом бесполезным. А ведь интеллект может быть бесполезным, поскольку, во-первых, рассматривать людей отдельно от их эмоциональной составляющей — это неблагоразумно, потому что мы скопище и интеллектуальных каких-то навыков, и, самое главное, эмоциональных. Голлман считает, что сегодняшняя наука и сегодняшнее образование делают акцент исключительно на важности всего разумного, того, что определяется уровнем развития ума. Увы, бывают ситуации, когда даже самый впечатляющий интеллект может стать беспомощным, если, например, управление захватывает эмоции, или, если еще хуже, этот выдающийся ум не может разобраться в том, что происходит по эмоциям с человеком, который владеет этим умом. Примеров — тьма. Для того, чтобы дотянуться до одного из самых популярных примеров, иллюстрирующих вот этот тезис про то, что интеллект бывает бесполезным, вы возьмите выпускную фотографию из школы или университета, если оно у вас есть уже, и, скорее всего, окажется, что те, кто демонстрировал наиболее высокий уровень знаний, но при этом не мог сказать того же самого про свои коммуникативные навыки, они оказались не очень устроены в жизни. Это вот как раз и есть пример того, как интеллект бывает бесполезным. Как, осознавая, что вам теперь нужно прокачивать не только IQ, но и EQ, справиться с растерянностью и, возможно, даже гневом. С гневом можно и нужно работать. Третий факт из книги, который я для себя выписал. Автор описывает несколько способов основных борьбы с гневом. Тот, на котором он заостряет внимание, один из самых популярных и эффективных, наверное, это действенный метод повторения случившегося. Вы просто описываете ситуацию еще раз, как бы переживаете ее, но меняете угол зрения, меняете фокус и пытаетесь распознать позитивное, что произошло в этой ситуации. Повторение, в том числе повторение ситуации, это не только мать учения, но и мать раскладывания произошедшего на эмоции, на составляющие и помощь в самоанализе. Справедливости ради стоит отметить, что таким способом можно вообще препарировать любую эмоцию, не только гнев, хорошую эмоцию и вызывать ее повторение в будущем, если вы хотите этого, или плохую эмоцию, любую другую, плохую, отличную от гнева, если вы хотите ее купировать и в будущем, чтобы это не происходило. Вот эта способность рефлексировать и раскладывать на составляющие то, что вы прожили уже, это и есть процесс знакомства с самим собой. Знакомство с самим собой, знакомству этому самому с внутренним миром человека Голдман уделяет огромное внимание в книге, потому что распознать собственные эмоции это отправная точка в дальнейшем длинном пути, о которой мы будем говорить еще на следующих слайдах. В общем, в момент знакомства с самим собой речь идет о, ну скажем, о осознанности, о понимании того, что вы можете испытывать, какие эмоции вы можете испытывать в определенный момент, например, эйфорию, уныние, гнев. Ведь дело в том, что разные эмоции, они провоцируют разные душевные состояния, а душевные состояния отвечают за точку приложения усилий по IQ. Понимаете, да? То есть если вы, ну как бы грубо говоря, Голлман хочет нам сказать, что интеллект в том числе зависит от вашего эмоционального состояния. Когда вы находитесь в эйфории, когда вы на мотивационном пике и четко понимаете, что делать дальше, ваш не только эмоциональный интеллект, но и рациональный IQ гораздо выше, чем если бы вы находились в этот момент в унынии, в гневе, в растерянности, в депрессии и не знали, что делать. И поскольку разные эмоции провоцируют разное душевное состояние, нужно научиться верно интерпретировать то, что происходит с самим собой, чтобы потом научиться понимать других. Без понимания собственной природы вам не стоит надеяться на то, что вы сможете правильно распознавать коммуникативные сигналы, которые вам посылают другие участники социума, там ваши коллеги, друзья, деловые партнеры и так дальше. Познакомившись с самим собой, вы, вот когда пройдете этот этап, можете попробовать начать управлять эмоциями. Управление эмоциями достаточно такая, ну уже не базовая вещь. Вам просто в момент прочтения этой книги нужно понимать, что после осознания обязательно нужно прокачивать скилл управления. Ну, в общем, Голман говорит, что сосредоточьтесь на трех основных эмоциях, которые оказывают наибольшее влияние на наше поведение. Это беспокойство, гнев и страх. Все три, как вы видите, негативные, но хорошая новость в том, что любой из этих трех эмоций можно управлять. И для этого у Голмана в книге есть отличные практические советы. Например, чтобы бороться с приступом ярости, нужно поймать первые мысли, вызывающие гнев, и усомниться в их правильности. То есть научиться распознавать начало этого состояния и менять фокус. Это не позволяет огню, вот этого праведному огню гнева разгораться дальше. И, в общем-то, все будет хорошо. Беспокойным людям, например, Голман, тем, которые часто тревожатся по пустякам, он советует критически оценивать вероятность того, что самое страшное может случиться. Реальная оценка, вот эта, которая безэмоциональную вы дадите, она отрезвляет и успокаивает. Ну, и в целом можно сказать, что в книге достаточное количество практических примеров, которые можно сгруппировать, кстати, в отдельный факт, который называется «Польза чужого опыта». В книге приведены десятки примеров эмоционального бандитизма. Это состояние, при котором власть над разумом захватывает эмоции, и вот этот эмоциональный бандитизм лучше распознавать, конечно же, на чужом опыте, а не самим попадать в эту всю неприятную историю. Тут есть кейсы про то, как лучший ученик пронул ножом учителя физики, про то, как отец по вине ошибки убивает собственную дочь, про то, как невеста умного, но равнодушного врача страдает неврозами, и вот этот ужасный опыт, полученный другими людьми, пойдет на благо читателям, это абсолютно точно. Отдельная часть книги Голлмана посвящена управлению персоналом. Он считает, что рабочая единица – это уже больше не человек, который показывает какие-то KPI, то есть показывает свою эффективность или неэффективность, а рабочая единица – это команда. Поэтому развивать эмоциональный интеллект это не просто современно модно и молодежно, а необходимо, если вы хотите сделать так, чтобы ваша функциональная единица на работе работала эффективно, слаженно, и продуктивно, и, в общем-то, долгосрочно. Поэтому новая модель лидерства, согласно эмоциональному интеллекту, это не доминирование, а умение сопереживать и убеждать. Если сопереживать и убеждать не получается, рано или поздно вы столкнетесь с депрессией, и это может быть ваша собственная депрессия или депрессия того, кто рядом. Голман говорит, что основная причина депрессии – это ваша недостаточная эмоциональная компетентность. И я, кстати, очень согласен с этим тезисом, потому что, поскольку депрессия – это и есть совокупность всё-таки эмоциональных факторов, то способность разбираться, способность быть эмоционально компетентным и способность разбираться в этих эмоциях – это и есть первый ключ к решению проблемы. Особенно это относится к невозможности, к депрессии в результате невозможности заводить и поддерживать отношения, а также к депрессии по поводу неправильного способа интерпретации неудач, по поводу того, что кругом все вокруг успешные, а я не такой успешный. В общем, депрессия равно эмоциональная некомпетентность. А поскольку EQ, эмоциональный интеллект, как раз и ставит себе за задачу, чтобы вы стали эмоционально компетентны, то справиться с депрессией можно прокачивая, в общем-то, собственный EQ. Ну и EQ-навыки, вот прокачивание этих EQ-навыков, поскольку существуют не только практические, но и эмоциональные навыки, следовательно, их нужно качать как можно больше. Вот тут такой очень странный момент получился, в том смысле, что Гоулман уделяет очень много внимания самосознанию, способности сопротивляться негативным влияниям, умению слушать, считыванию сигналов социального и эмоционального происхождения. Но вместе с тем он как бы в книге не дает четкой там пошаговой инструкции или понимания того, как качать эти навыки. За пределами книги вы можете даже пройти тест, который Гоулман сделал для понимания того, какой у вас эмоциональный интеллект, и там проходить его регулярно, понимая, меняется что-то или нет. Но вот как бы практическая пошаговая инструкция, чего надо делать. Ну, для того, чтобы прокачать IQ, понятно, что нужно делать. Нужно больше учиться, больше читать, больше познавать и так дальше. Вот четкая история. С другой стороны, конечно, про IQ тоже можно так сказать. Больше там сопереживайте, больше находитесь в социуме. Но хотелось бы, чтобы в книге были вот какие-то прям реально практические примеры того или шаги практически того, как прокачивать эти IQ-навыки. Он же просто говорит о том, что помните, что их нужно качать, но как бы не дает вот этой самой инструкции. Ну и, конечно, он говорит о том, что настойчивость, самодисциплина, рвение и самомотивация, это и есть та самая генетическая лотерея, благодаря которой все мы с вами получили заложенный фундамент для развития IQ еще в детском возрасте. Он уверен, что при должном усилии и желании можно научиться всему именно благодаря настойчивости, самодисциплине, рвению и самомотивации. В общем-то, это применимо к IQ, если так по-честному сказать, потому что способность к обучению и самосовершенствованию, это вообще лучшая возможность использовать IQ-потенциал, который выпал каждому в генетической лотереи. В общем, генетическая лотерея отвечает за то, что вы можете одинаково хорошо качать и IQ, который вы, я надеюсь, качали до этого, и IQ, о существовании которого вы узнали только что, по Голлману, 5 основных признаков эмоционального интеллекта. Значит, первое, это самопознание, способность критического мышления по отношению к себе и своим эмоциям. Второе, это саморегуляция, способность контролировать себя, сдерживать эмоциональные импульсы и не давать им захватить себя. Третье, это мотивация, способность стремиться к достижению поставленной цели. Четвертое, это эмпатия, с которой мы начинали, способность к сопереживанию и учитыванию чувств других людей. И пятое, это социальные навыки, вот те самые коммуникативные навыки и их выстраивание. Если предположить, что уважаемый ученый прав, то их прокачивание вот этих вот как раз пяти основных сфер и их развитие способно помочь нам, даже если у нас с вами весьма средняя IQ, добиться успеха в этой жизни, а если мы соперничаем с кем-то с равным с нами IQ, то вырваться вперед. Три задачи из книги. Вот так быстренько мы пролетели 10 основных фактов. Значит, кто слушает подкаст в первый раз, не знает, что вместе с 10 фактами из каждой задачи я обязательно... Ой, вместе с 10 фактами из каждой книги я обязательно выписываю три задачи. Три задачи – это сигнал мозгу отложить в отдельную ячейку какие-то знания, которые нужно применить на практике. Это важно по двум причинам. Во-первых, когда вы читаете много книг, рано или поздно они смешиваются в одну единую кучу, и фактаж вроде бы чуть-чуть отвечает за то, чтобы их немножко разграничить, и, в общем-то, выписывая факты, вы так систематизируете и отделяете одну книгу от другой. Но гораздо лучше с этой функцией справляются задачи. Три практических, измеряемых, завершенных задачи, которые нужно пойти и сделать после прочтения каждой книги. Мы придумали букнот. Букнот – это блокнот для осознанного чтения, с помощью которого можно очень удобно... В общем, если захотите, почитайте буква.info, там найдете букнот. Посмотрите, вот он как на фотографиях выглядит. Там все очень удобно разлиновано, чтобы вы выписывали факты. И потом из этих фактов формировали задачи. Он в теплом чехле, там два карандаша. В общем, для любителей нонфикшн-литературы очень хороший подарок. Хочется мне на это надеяться. Так вот, три основных задачи, которые я выписал после прочтения этой книги. Первая – это пройти тест Голлмана на эмоциональный интеллект и попросить ключевых сотрудников сделать то же самое, составить таблицу участников, выделив минимальные и максимальные значения, а потом подумать, что с этим делать. Второе – мотивация одна из важных составляющих IQ, поэтому больше книг по мотивации, больше понимания, какие задачи драйвят, и больше работы над тем, чтобы разложить эмоции драйва, эмоции мотивации на составляющие, и при возможности повторять их как можно чаще. И третья задача – по возможности наступать на чужие грабли, а не на свои смайлик. Вот тот самый эмоциональный бандитизм и примеры, которые есть в книге, и примеры, которые вы можете почерпнуть из вашей жизни, вовремя увидев их и распознав на ваших коллегах, сотрудниках или близких людях, но при этом аккуратно, не переживая это сами. Это был Даниил Голлман и эмоциональный интеллект. Проект «Читайбыстро.буква.инфо». Ну такой сайт про беглое чтение, про осознанное чтение, про много книг, в том числе уже теперь и про эмоциональный интеллект, про память, про все, что делает нас чуточку более собранными и чуточку более эффективными. Проверить скорость чтения у нас можно абсолютно бесплатно. Читайте текст, отвечайте на вопросы, в конце получайте сертификат, хвастайтесь им в социальных сетях, подписывайтесь на канал обязательно, колокольчик, палец вверх, не пропускайте ни одного видео, комментируйте, пожалуйста, все, пишите комментарии на комментарии, ставьте лайки, комментарии, в общем, все то, зачем вы, как правило, приходите на YouTube, нам это правда очень важно. Блокнор для осознанного чтения рабочей тетради, их можно посмотреть у нас на сайте, ну и Instagram, буква.инфо, сегодня там, кстати, мы раздаем книжку, отдаем уже сегодня Романа Масленникова, хайпанем, может быть, через несколько дней отдадим еще чего-нибудь, например, букнот, поэтому подписывайтесь на Instagram, буква.инфо, давайте дружить, давайте читать больше хороших книг, вообще 2020 год должен стать годом хороших книг и переломных моментов, ну и годом Каберне-Савиньона немножко, конечно, тоже. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня, пока.